Здание Ленинского мемориала войдет в культурно-познавательный тур «Красный маршрут» – один из перспективных туристических проектов между Россией и Китайской Народной Республикой. Возможности развития международного туризма в Ульяновске обсудили на совещании с региональным агентством по туризму губернатором Ульяновской области и заместителем председателя ЦК КПРФ Дмитрием Новиковым. Почетный гость внес свои предложения в том числе и по взаимодействию с органами власти. Я предлагаю первое – это ресурс взаимодействия, коммуникации между парламентом и правительством для продвижения этих идей. Использовать, во-первых, дальше он, конечно, уже используется, но мне кажется, что резервы есть. Кроме того, с 1 августа этого года запущен безвизовый режим для туристических групп между Россией и Китаем. Поэтому такие маршруты сейчас особенно актуальны. После завершения реконструкции Ленинский мемориал сможет стать не только частью культурной программы для туристов, но и площадкой для международного сотрудничества. Здесь мы планируем проводить перекрестные презентации для туроператоров Китайской Народной Республики, для туроператоров нашего региона, которые работают в основном на китайском направлении. Потому что тот механизм безвизовых поездок, он достаточно, я думаю, эффективно себя еще покажет. Помимо совещания о перспективах развития, Алексей Русских совместно с Дмитрием Новиком проинспектировали, как идет реставрация визитной карточки Ульяновска. Реставрированы поручки. Вот эти следующие все поручки новые. Ну, это лестница, которая также осталась. Одну или две ступени за все время поменялись, все остальное отреставрировали. В прошлом году подрядчики начали реставрировать внутреннюю часть здания. Сейчас идет ремонт в хозяйственных помещениях. Вот видите, сняты на сегодняшний день входные группы. Они тоже будут отреставрированы в этом году. И полноценный вместе кассовый узел и входные группы УПЦ будут отремонтированы и отреставрированы в этом году. Работы проводятся масштабные. Первые результаты уже видны. Наружная облицовка здания завершена. Обновлены стекла, алюминиевые конструкции, гранитная площадка, фасад. Закончить реставрацию и полноценно запустить объект в эксплуатацию подрядчики планируют в 2026 году. Юлия Руднева, Александр Куришов, Улправда ТВ.